Это зуб Это ДСП АДАУ-17-01 Это ЦАП АД-19-55 Это его обвязка И усилитель в 100 раз Колонка Сейчас ДСП вырабатывает синус амплитуды 10-5 Мы слышим этот синус И немножко шума АДАУ-17-01 сейчас вырабатывает свой собственный клок Вот из этого кристалла Посмотрим на этот клок Здесь точка синхронизации Уменьшим Отойдем Увеличим Как видите, фронты по-прежнему чистые, не размазанные Джиттер маленький Этот зуб имеет и 2С-выход И в этом и 2С-выходе есть мклок И нам нужно синхронизировать мклок вот этого выхода И мклок АДАУ-17-01, он же клок для ЦАПа Если мы этого не сделаем, у нас будут либо теряться, либо появляться сэмплы В общем, передача работать нормально не будет Поэтому у нас есть только один выбор Так как я не могу заставить эту плату принять наш клок Я могу клок от этой платы подать в АДАУ-17-01 вместо кристалла И вот что происходит, когда я его подключаю Происходят две вещи Во-первых, немножко меняется частота синуса Это потому что этот кристалл для частоты дискретизации 48 кГц А из зуба вытекает клок для частоты 44-100 Поэтому частота синуса, вырабатываемая АДАУ-17-01, меняется Просто потому что меняется частота клока немножечко И второй эффект, это меняется шум Причем меняется очень сильно Так бы я этот шум не услышал Но благодаря тому, что у меня после ЦАПа стоит усилитель в 100 раз Этот шум очень хорошо чувствуется Этот усилитель здесь поставлен специально Чтобы слушать шумовую полку ЦАПа Теперь давайте посмотрим, что происходит с клоком Вот как раньше клок, который вырабатывает АДАУ-17-01 от кристалла А вот я подключил клок из зуба Вы уже, наверное, заметили, что здесь начал прыгать фронт Его размазало Это джиттер Давайте отойдем чуть-чуть подальше И тут джиттер уже весьма чудовищный Вот так вот, оказывается, джиттер может влиять на отношение сигнал-шум у ЦАПа Ну вот теперь становится понятно, почему аудиофилы так боятся джиттеров цифровых систем Потому что непонятно, откуда он может взяться В данном случае у нас нет выбора, и мы должны брать клок от источника Если цифровой сигнал передается там PSPDIF или по TASLINK То, опять же, клок ЦАПа оказывается клоком источника И если клок у источника говно, то ЦАП будет шуметь Не важно, что там нолики и единички доставляются идеально Что сделать с этой проблемой? На самом деле я пока не знаю Первое, что я нашел, это можно поставить Asynchronous Sample Rate Converter Между вот этой платой и вот этой платой Благодаря этому можно развязать их мклоки Но при этом требуется математическое преобразование сигнала И это как бы не очень хорошо Второй вариант Это вычистить клок, который идет отсюда Это можно сделать с помощью PLL Может быть можно сделать, пока не знаю PLL у меня сходу так нет И сделать я этого пока не могу Последнее, о чем я хотел сказать Это, допустим, если здесь клок чистый И мы передаем отсюда через SPDIF То наш ЦАП, в данном случае DSP и ЦАП Должны будут восстановить этот клок Если они его не восстановят Тогда воспроизведение будет несинхронно И мы будем опять же терять или приобретать сэмплы SPDIF это передача по одному всего кабелю То клок должен быть восстановлен из этого единственного сигнала Это опять же PLL и она может внести свой джиттер Так что вот Аудиофилы, конечно, не могут толком обосновать Почему джиттер влияет на их системы Но джиттер реально может влиять на системы Вот я погряз в ЦАП-строительство И напоролся Влияет И я, кстати, далеко не сразу нашел почему Цифра цифрой А клок это все-таки аналоговый сигнал Субтитры сделал DimaTorzok